Приветствую, аноним! Я думаю, что ответ на ваш вопрос сложен из-за того, во многом из-за того, что рушит привычную картину вашей, ну, вашей реальности, вашего реального мира, в котором вы живете. И я не очень уверен в том, что вы готовы вообще к тому, что я скажу, что я хочу сказать. Условно говоря, свой ответ я разделю на две части. Первая часть будет касаться про мужчину и про ваши взаимоотношения с ним, а вторая часть будет касаться лично вас. Значит, сразу хочу сказать, что мужчина у вас достаточно честный, мужчина у вас достаточно такой, такой, ну, не сказать, может быть, чтобы благородный, прямо, но честный. С принципами, которые в данном случае, наверное, даже в плюс, скорее. Вот. Но он изначально сказал вам о том, что у него есть бывшая женщина. Причем, не просто бывшая женщина, а бывшая женщина замужем. Бывшая женщина, жена другого мужчины. Непонятно, она стала сыной другого мужчины уже в, во время отношений с ним, с вашим мужчиной. Или она, или она вышла замуж, так сказать, уже после расставания. Это здесь не понятно. Но, совершенно очевидно, что ваш мужчина, я буду для простоты называть его так, не просто не молит ее забыть, а он боится серьезных отношений. Он вообще боится отношений, у него вообще запрет на семейные отношения, потому что тяготеет кто и кто недоступен. А это значит, что мужчина боится ответственности, это значит, что мужчина подсознательно боится близости с женщиной. Это значит, что мужчина не уверен в себе. Вот вы говорите, что выпивает часто. Потребность в любви, недолюбленность со стороны родителей. Понимаете, какая штука. И вам он, собственно говоря, ничего не обещал. То есть, на мой взгляд, на мой взгляд, здесь он поступил с вами вообще предельно честно. Да? Ну вот. И сразу сказал, как обстоят дела. То есть, в том смысле, что... Ну, он сразу расставил все точки над, и за это ему большой плюс. Вы пишите, зачем он тогда со мной вообще закрутил? Так вот, потому что вы для него стали спасением временным. И он вам об этом, судя по всему, прямо сказал. И я не верю в то, что вы об этом не знаете. Поэтому здесь встает вопрос о том, насколько обоснованы были ваши желания. Насколько обоснованы были ваши ожидания от него. И не напридумывали ли вы себе чего-то, а руководствуясь, например, своей влюбленностью. Допустим. Это первое. Второе. Вот, почитал я ваше сообщение, ощущение такое, что вы брошенная, что вы спокинутая, сама себе ненужная, неразвивающаяся, тоже боящаяся отношений, причем серьезных отношений. Относящаяся к мужчине, как к ребенку, ну что ему не так, что ему не хватает, ну вот приходи живи. Это деструктивная позиция. Мужчина, вполне вероятно, вас воспринимал как маму. Вы его отогрели, он немножко напитался, пошел дальше. Может быть вернется еще, если опять понадобится напитаться. Может быть нет. Не каждому мужчине понравится быть ребенком в отношении к женщине. С мамами, как говорится, не спят. Поэтому... Это вопрос к вам. Вопрос к вам, почему вы хотите его вернуть. Вопрос к вам, по какой причине вам обидно, что ему все равно. Вопрос к вам, почему вы спрашиваете, как поступить, чтобы он вернулся. Вопрос к вам, почему вы интересуетесь им, но не собой. Вопрос к вам, по какой причине у вас возникло чувство к мужчине, которое откровенно зависимо от другой женщины. И ответ как-то вот набрашивается сам по себе. Что тоже вы боитесь серьезных отношений. Что тоже вы боитесь по-настоящему серьезных отношений. Что тоже вы боитесь создать семью, вероятно. А может быть, какие-то другие аспекты пытаетесь реализовать через мужчину. Я не знаю. Но когда вы говорите, что я начала встречаться с мужчиной, а он сразу рассказал о своей бывшей и о том, что любит и не может забыть ее бывшую. Это вопрос к вашей самооценке. Вопрос о том, как вы согласились стать не единственной в жизни своего мужчину. Знаете, такая штука. И здесь мы говорим о ваших проблемах, о ваших противоречиях, о вероятно вашем страхе и одиночестве. Может быть, о чем-то более глубоком. Знаете? Ну, как с ребенком вы себя с ним ведете. Может быть, именно этого ему не хватает? Не хватает ощущать себя мужчиной? Может быть, его угнетает, что вы жалеете его? У меня сложилось такое впечатление, что вам его жалко. Но не правильно реализировать ваше поведение, чтобы какие-то выводы сделать. Я думаю, так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! 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 Продолжение следует...